Здравствуйте! В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я и ведущий Александр Гурарье. В страсти вокруг Александровского подворья. Президент России Владимир Путин обратился с письмом премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой или требованием передать России Александровское подворье. Что же происходит и почему потребовалось вмешательство главы государства? С этим вопросом нам поможет разобраться журналист Марк Котлярский. Марк, добрый вечер. Да, добрый вечер. Вообще, конечно, ситуация крайне запутанная. Хотя бы потому, что есть некая путаница вообще во всем, что касается дел вот этих, скажем так. Надо вообще различать, что есть из того, что опять-таки я начал разбираться с этим еще три года назад. В 2019 году, когда начался вот этот сам по себе этот процесс. Так сказать, дело в том, что есть русское подворье, которое находится в одной части города. Там находится, насколько я понимаю, опять, если я не запутываю, там легко запутаться. Там находится Елизаветинское и Сергиевское подворья. И есть Александровское подворье, которое находится в старом городе Иерусалима, недалеко от храма Гроба Господня. Буквально там, скажем, если выйти из храма, то это буквально там каких-то 5-10 минут пешком, и вы сразу попадаете в это Александровское подворье, на котором располагается храм Александра Невского. Теперь, давайте пока не будем говорить о Сергиевском подворье и Елизаветинском подворье, потому что легко запутаться. Легко запутаться с этими тремя. Речь идет, Путин обратился к Беннету с просьбой, чтобы передали Александровское подворье. Почему Александровское подворье? Это самое спорное подворье, самая спорная собственность. Дело в том, что вообще-то это Александровское подворье имеет уже своего собственника. И его собственник – это некая группа, которая называется группа Воронцова, если я не ошибаюсь, группа Воронцова-Кофмана. То есть, они себя так называют, эта группа, потому что она является, согласно документам, имеющимся в распоряжении адвокатов, эта группа является наследниками тех, кому принадлежала вот это, собственно говоря, Александровское подворье. Значит, тем... Дело действительно запутанное. Мы два года назад делали программу на эту тему с матушкой Ефросиней, монахиней Ефросиней. Который живет в Иерусалиме. Она нам подробно расписывала вот эту вот ситуацию. Мы дадим ссылку на эту программу обязательно, чтобы она там очень подробно это рассказывает. Но ситуация-то, собственно, обострилась. Вот этот судебный процесс тянется достаточно давно. Да, то есть сначала было принято решение передать им это подворье, потом было, так сказать, суд более высокой инстанции отменил это решение и так далее, и так далее. Но, так сказать, корни этой проблемы заключаются... Наверное, надо напомнить, что когда в России была задержана израильская гражданка Наума Иш-Захар, в результате переговоров, которые... Ну, как бы неподтвержденная была эта информация, то есть не было однозначного, так сказать, утверждения, что премьер-министр тогдашний Израиль Абениамин Атаньягу пообещал в обмен на освобождение вот этой вот Наума Иш-Захар передать Александровское подворье. Но, тем не менее, так сказать, жернова, так сказать, юриспруденции закрутились именно тогда. Да, совершенно верно. У нас нет, и об этом пишут все, и вы совершенно верно заметили, что нет подтверждений документальных, что Нитаньягу там чего-то пообещал. Начался некий процесс, процесс передачи. Что произошло? Опять-таки, мы рискуем запутаться в деталях, но, с другой стороны, без деталей никуда не денешься. Дело в том, что, значит, Нитаньягу тогда сказал, что вот речь идет всего лишь навсего, определил статус Александровского подворья как статус религиозного культа. И таким образом, как бы, статус религиозного культа позволял, раз это религиозный культ, то это позволяло легче запуститься процессу с тем, чтобы передать его России. Процесс пошел, но еще 3 марта этого года окружной суд Иерусалима постановил, что этот объект сам по себе, то есть храм Александра Немского, который находится на территории Александровского подворья, не будет передан России, а останется под эгидой, так называемой организацией ОПС, латинскими буквами, а на самом деле это ИПО, императорское православное палестинское общество, которое, собственно говоря, это здание курировало долгие годы. Тем самым судья, который принял 3 марта это решение, зовут его Мардыхай Кадури, тоже очень интересная фамилия, интересно, понимает ли он, о чем вообще идет речь, отменил, так сказать, вот это постановление, постановление, и отменил тем самым, как говорят источники, регистрацию прав на Александровское подворье на имя Российской Федерации. То есть действительно истоки надо относить к тому, что случилось это с Наамой из Сахар, и в качестве, говорят, опять-таки это все базируется на слухах, потому что мы документального подтверждения не имеем. Говорят, что в качестве, значит, жеста, в кавычках, доброй воли, в обмен на то, что Россия освободит Нааму из Сахар, российская сторона поставила условие передачу подворья под свой полный контроль. То есть, опять-таки, как правильно вы успели заметить, никаких документальных подтверждений это не нашло. То есть, как бы, официально было заявлено тогда Бениамином Нетаньягу, что речь идет о религиозном комплексе, поэтому, раз, как я уже сказал, это здание, храм Александра Невского, имеет статус религиозный, то он не подпадает под судебную или административную юрисдикцию, и премьер-министр имеет право принять на свое усмотрение определенное решение. Однако судья Кадури, о котором я уже говорил, фактически отменил решение Нетаньягу считать этот комплекс религиозным. Так а если этот комплекс не религиозный, так это что, развлекательный, что ли? Нет, это комплекс, раз у него нет статуса религиозного, значит, тогда уже его судьбу будет решать не исключительно премьер-министр, а конкретно государственные структуры, которые должны будут решать судьбу этого. То есть, это он дезавуировал решение Нетаньягу. То есть, теперь все в руках, так сказать, Фемиды, представителей суда, то есть, правоохранительных органов. Но вопрос-то в том, что вот это письмо, которое направил президент Путин, премьер-министру Израиля, на самом деле, ведь по большому счету, премьер-министр не имеет никакой возможности оказать влияние на судебную систему. Ну, имеет, не имеет, мы прекрасно знаем, когда надо, то имеет, когда не надо, то не имеет. В общем, короче говоря, на самом деле, если уж говорить, отходить от юридической стороны этого вопроса, то, конечно, по большому счету, на мой взгляд, и это доказано, по большому счету, храм Александра Невского когда-то принадлежал вообще так называемой Белой Церкви. То есть, после того, и мы знаем, что Церковь Российская Православная Церковь на время, так сказать, большевистской власти разделилась на две части. Была так называемая Красная Церковь, которая, так сказать, управляла РПЦ, Российская Православная Церковь, со штаб-квартирой в Москве, и была Белая Церковь, которая находилась за границей, они не пересекались и не подчинялись друг другу. После того, когда пал Советский Союз, эти церкови, как бы, вроде бы закончили вражду между собой и объединились. Но, тем не менее, вопрос принадлежности Александровского подворья и храма Александра Невского не был решен, потому что этим подворьем управляла, как я уже сказал, группа Воронцова-Годпана. Это предки какого-то, я уже не помню, знаменитого князя, который... Потомки, наверное, все-таки не предки. Не предки, потомки, я прошу прощения, конечно. Потомки того князя, который управлял реально вот этим Александровским подворьем. Значит, это если говорить о вот этой юридической стороне вопроса. И они, вот эти потомки, группа Воронцова-Годпана, так называемого, они документально подтвердили свои претензии, и эти документальные претензии действительно свидетельствовали, что почему, как бы, чем, скорее всего, как я понимаю, и руководствовался судья Кадури, потому что владение собственностью было подтверждено, он и дезавуировал тем самым решение Бениамина Нитальяна. Но тут вступает в спор геополитика. Тут уже мы говорим о геополитике. Учитывая тот факт, что процесс был начат, и по идее он должен был завершиться передачей Александровского подворья российской стороне, и вдруг он ни с того, ни с сего прекращается, да, то, собственно говоря, с резкой критикой, кстати, выступил Степашин, председатель российского ИПО, оно тоже есть две части, есть ИПО за границей, а есть ИПО, которым руководитель Степашин, который сказал, что срочно выйдет в Израиль, как бы, чтобы пытаться решить, и, как он сказал, дожать эту ситуацию, да, и, но, если мы говорим о геополитике, то тут, конечно, уже пошла вообще большая игра. Учитывая тот факт, что наше правительство нынешнее решило, по всей видимости, испортить окончательные отношения с Россией, и, так сказать, скорее всего, пойдет на поводу решения суда, вот, и это лишний раз говорит о том, что нас ожидают очень и очень неприятные ситуации. Марк, я прошу прощения, что значит пойдут на поводу решения суда? Ты серьезно считаешь, что премьер-министр имеет какое-то влияние на суд? Послушай, Саш, мы что, дети тут, да, да, имеет, не имеет, откуда мы знаем, что он там имеет? Дело в том, что, опять-таки, я еще раз говорю, в каких-то вещах, безусловно, верховенство закона у нас имеет место быть, никто не говорит. Да нет, просто если он просто даже попытается вмешаться, то есть, ты представляешь себе картину, когда из канцелярии премьер-министра звонят тому же самому судье Кадури и говорят ему, знаешь, вот надо бы пересмотреть это решение. А вопрос в студию, так сказать, через сколько минут об этом узнают в средствах массовой информации? Ну, во-первых, это очень в лоб и прямолинейно, никто, естественно, никому звонить не будет. Ты же понимаешь прекрасно, что люди тоже не дураки там наверху сидят. Но вот это как раз не факт. Но я еще раз хочу тебе сказать, дорогой, это да, действительно не факт. Я еще раз тебе хочу сказать, неважно, позвонит он Кадури, не позвонит он Кадури, ситуация явно зашла в тупик. То есть, безусловно, геополитика вмешалась в это дело. Безусловно, как бы шел процесс передачи этого Крама Александра Невского российской стороне, тем более, что уже другая часть российского подворя российской стороне уже передана, хотя там тоже очень много спорных вопросов. Не хочу просто в них вдаваться, мы утонем иначе в подробности. Просто есть специалисты, которые этим конкретно занимаются. Все эти переговоры, договоры о знаменитой хрущевской сделке, когда была заплачена определенная сумма денег, есть договор, который в противном случае России должна выплатить Израилю огромные деньги в качестве компенсации за нарушение договора. Потому что был подписан договор, не просто так взял, взяли, так сказать, Хрущев взял и отдал, так сказать, с барского плеча. Был подписан соответствующий договор, есть документы, так называемая апельсиновая сделка знаменитая. Но я еще раз говорю, к сожалению, в этот вопрос мешалась геополитика. И, кстати, сайт газеты Вести цитирует, между прочим, Александра Алекса Тенцера, который встречался со Степашином. И очень любопытно высказывает мнение на его взгляд, что, конечно, учитывая вот эту напряженность, которая сейчас возникла в отношениях между Израилем и Россией, этот спор по поводу подворья может действительно обернуться глобальным характером и привести к невысполнимым потерям для Израиля. Я думаю, что это действительно так, потому что, учитывая тот курс, который взяло наше правительство, а взяло оно курс исключительно на то, чтобы, так сказать, следовать фарватере Америки и Запада, чего не делал Нита Ниягу, как бы следуя своим собственным курсам, я думаю, что если не будет найден какой-то компромисс, это просто будет очередной каплей масла, подлитый в огонь между ухудшаяся стремительно отношениями между Россией и Израилем, о чем свидетельствует, во-первых, заявление России по поводу, значит, очередной штамп, там, по поводу угнетения несчастных палестинцев, вызов израильского посла в Россию, в МИД России, за переговоры Владимира Путина с Абумазаном, где он высказал поддержку, как бы, всем начинаниям Абумазан и так далее. То есть, начинается игра по полной программе, и, поверьте мне, Александрское подворье будет просто лишь поводом, потому что, по большому счету, Россия, ты понимаешь, как бы до лапочки, это Александрское подворье, ну, есть оно у него, нет у него, это всего лишь карта в очень большой игре. И эта игра большая началась, потому что наше правительство, еще раз повторяю, решило сыграть по-другому, решило пойти на поводу у Белого дома и у Запада, окей, пусть оно, это его право, оно так хочет. Но тот факт, что мы будем за это долго и мучительно больно расплачиваться, к сожалению, не оставляет никаких сомнений. У меня, как у человека, который знает подробности этого дела. Марк Атлярский, журналист с сайта «Детали». Спасибо большое. Наша программа подошла к концу. В студии был Александр Гурарье. И в следующем айтеме нашей программы мы продолжим разговор о взаимоотношениях России и Израиля. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова